Я на несколько минут опоздал. Я надеюсь, что мы с вами сегодня замечательно поработаем. Прошу всех тех, кто у нас в Zoom, включить видео, на всякий случай по возможности, чтобы мне было приятнее с вами общаться. Как всегда, я веду лекцию в режиме глаза в глаза, хотя не совсем вас вижу, без презентации, поскольку считаю, что это все-таки более эффективно, когда вы вынуждены слушать, может быть, что-то записывать, помечать, готовиться к полемике. Я сегодня позволю себе отойти от нашего основного русла, выйти на берег, так сказать, и посмотреть, что делается с рынком и капиталом в 21 веке. Я думаю, что это абсолютно необходимо, поскольку разговор о том, что многое изменилось за те сто с лишним лет, которые прошли после написания капитала, 150 лет с хвостиком назрели. Вы мне задавали постоянно вопросы, и я думаю, что без такого пояснения наша дальнейшая работа будет не очень эффективна. Поэтому еще раз тема нашей сегодняшней лекции – это рынок и капитал в 21 веке. Я пойду по той логике, которая представлена капиталом Маркса. Начну с характеристики товара и его особенностей. Потом мы перейдем к краткому упоминанию о том, как изменились деньги. Ну и самое главное – это отношение наемного труда и капитала, то, что вынесено в заголовок нашей сегодняшней лекции. Рынок. Он стал символом экономики в ряде случаев, да, пожалуй, не в ряде случаев, а в большинстве случаев неоклассической экономической теории. Он отождествляется с экономикой вообще. Слова «рыночная экономика» и «экономика» почти синонимичны. «Рынок» и «рыночная экономика» тоже. Почему? Потому что мы входим в пространство современного рынка, рынка 21 века, где он стал, внимание, я предлагаю категорию, которая не слишком общеупотребима. Рынок стал тотальным. Еще раз повторю. Последние десятилетия рынок стал тотальным. Более того, тотальность рынка приводит к тому, что он обретает тоталитарную власть над человеком, обществом и практически всеми пространствами жизнедеятельности человека, общественной жизни. Термин «тоталитарный рынок» – рынок как тотальность, как тотальная власть. Бузгалином и Колгановым был генерирован в одном из диалогов, наверное, лет 20 назад, может быть, даже больше. Но затем мы убедились, что о похожих явлениях пишут многие ученые, а один из фантастов прямо ввел понятие рынка как тоталитарной силы. И вот несколько неожиданно в фантастической книжке российского автора мы это прочли тоже лет 10, даже более того, назад. Поэтому не будем дальше спорить о том, кто сказал первым мял, а посмотрим на некоторые характеристики рынка как тотальной силы. В чем это проявляется? Во-первых, в том, что рынок охватывает сегодня практически все сферы человеческой жизни. И в этом смысле он продолжает логику, описанную в капитале, в частности, раздел «Товарный фетишизм», но и существенно продвигается в сторону еще большего отчуждения, еще большей фетишизации, еще большего порабощения человека рыночными отношениями. Что это означает конкретно? То, что сферы рынка стали в полной мере отношения, ранее лежавшие вообще вне экономической сферы. Отношения культуры, отношения образования, отношения личной жизни, межличностных отношений, отношений между мужчиной и женщиной, отношений в семье, между родителями и детьми, отношений, где вы живете в пространстве культуры, когда вы выбираете направление образования, как вы получаете образование, какое оно. О коммерциализации, маркетизации образования, слово «маркет», «рынок», кстати, очень хорошо написано в работах Натальи Геннадьевны Яковлевой, в ее докторской диссертации «Монография» и серии статей. Это только один из элементов. Ольга Аркадьевна Александрова замечательно показывает, как работает, работает, нет, не в кавычках, подчиняет, наверное, правильно сказать, подчиняет себе здравоохранение, рынок, член-корреспондент Российской Академии Наук Георгий Борисович Клейнер прямо написал, что коммерциализация стала всеобщей и декоммерциализация является условием развития современной экономики. Вот этот момент я просто зафиксирую. Но прошу вас, будущих, может быть, настоящих преподавателей, пропагандистов, тех, кто занимается просвещением, вот всех тех, кто слушает мои лекции, подчеркивать, когда вы будете говорить о рынке, то, что он подчинил себе, я сейчас подчеркиваю, все сферы общественной жизни, а не только производство товаров и услуг. И когда вы будете приводить пример этой тотальности, не стесняйтесь говорить о том, что мужчина рассматривает потенциально, мужчина рассматривает потенциально девушку, женщину, с которой он хочет познакомиться, создать семью как товар, оценивая стоимость, которую имеет эта девушка или эта женщина, или оценивая ту стоимость, которую может принести женитьбы или личные отношения. Женщина смотрит на мужчину точно так же, сколько денег, сколько стоимости, сколько товаров этот мужчина может ей дать, принести сейчас, в будущем. Ребенок смотрит на родителей через призму отношений купи, через призму отношений рынка. Родители смотрят на своих родителей, на бабушек и дедушек, с ожиданием того, когда они умрут. По этому поводу даже есть очень грустный, жестокий анекдот. Группа родственников стоит у двери в палату, где тяжело болен их, богатый дядюшка. Врач выходит хмурый, родственники тоже хмурятся. Ну что, спрашивают они. Никакой надежды, говорит врач. Обычная простуда. Родственников трагические выражения на лицах. Вот эти шутки, к сожалению, показывают тотальность рынка. Людмила Алексеевна Булавко прочитала ряд лекций на нашем YouTube-канале, они размещены, она их читала в университете, в других аудиториях, о том, как культура превращается в рынок, произведения искусства превращаются в квази-деньги, начинают продаваться не только рукописи, но и вдохновения и так далее. Вот это тотальность рынка. Рынок как тотальность. Почему он становится таким? Что делает его таким? Для этого надо ввести следующую черту современного рынка. Этот рынок становится системой отношений, где господствуют монопольные объединения, капиталы монополии. В неоклассике монополию трактуют очень узко, как господство одной фирмы над рынком в целом, когда фирм несколько, говорят об олегополе. Но в работе Владимира Ильича Ленина «Империализм. Как высшая стадия капитализма», в ряде других работ марксистов, в последующих исследованиях Бухарина, Роза Люксембург, да в чем-то и параллельных, Гильфердинга в меньшей степени, говорится о том, что монополия – это тот капитал, который способен подрывать конкуренцию, способен подрывать отношения равных прав, равных возможностей, равных сил, давайте скажем так, равносильность атомизированных, обособленных производителей. Давайте поясним этот термин, точнее эту проблему. Я вам говорил о рынке, как о системе отношений, где действуют в условиях общественного разделения труда обособленные атомизированные товаропроизводители. Специфика рынка в том, что каждый производитель, каждый потребитель, каждый агент, независимо от других, никто ему ничего не приказывает, никто ему ничего не навязывает. Он решает сам, что производить, как производить, из чего производить, куда производить, для кого или покупать. Вот эта система отношений, вот этот фундаментальный признак, да нет, атрибут товарного отношения. Извините, друзья. Это атрибут товарного отношения, способность производителей подрывается в условиях перехода к империализму, к монополистическому капитализму, о чем, как я уже сказал, очень четко, обоснованно пишет Владимир Ильич Ленин. На смену этому приходит феномен корпоративного манипулирования. Крупные капиталы получают возможность, силу, власть для манипулирования другими акторами рынка, потребителями, другими производителями, параметрами рынка, такими как цена, объемы реализации и так далее. Именно манипулирование, обособленность производителей сохраняется, но подорвано. Как пишет Ленин, товарное производство, конкуренция царит, но уже подорвано. В определенных пределах, в определенных масштабах каждая корпорация способна воздействовать на потребителя и на субподрядчиков, поставщиков, потребителей в производственном сфере, в производственной сфере, производительных потребителей, своей продукции. Это воздействие осуществляется через различные методы маркетинга, в частности рекламу, через пиар-компанию, через давление вследствие того, что другие производители, потребители технологически зависят от крупного, самого сильного капитала, через ценовую политику, то есть экономическими методами. Ценовое лидерство, демпинг, взвинчивание цен, регулирование объема продаж, поскольку корпорации господствуют на рынке и так далее. Эти корпорации образуют особые субъекты, но их много, и они конкурируют между собой. Не так много, чтобы это была конкуренция обособленных независимых производителей, но достаточно много, чтобы это не была единая централизованная экономика. В результате возникает система, где манипуляторы борются за возможность манипулятивного, я не случайно повторяю этого слова, воздействия на рынок, возможность подчинения себе других акторов рынка. Представьте себе столешницу, на которой рассыпаны магнитные железные опилки, а под ними магниты разной силы борются за то, чтобы притянуть к себе как можно большее число вот этих маленьких железочек, маленьких опилочек. Опилочки – это мы, потребители, мелкие производители, даже средние фирмы. Магниты – это крупные корпорации. Каналы власти, давайте суммируем, технологическая зависимость от крупных корпораций, возможность воздействия через методы ценовой политики, через манипулирование объемами продаж, возможность воздействия через финансовые каналы, как корпорации с ращами, с банками – об этом вы знаете. Возможность воздействия через маркетинг, навязывая потребителю продукции определенные стандарты. Мы все знаем, что без раствора ортофосорной кислоты не может быть праздника, который к нам приходит по Рождеству. Каждое Рождество, знаете, этот праздник к нам приходит, праздник к нам приходит, праздник. Нельзя стать поколением Пепси, если у вас нет, не будем дальше это продолжать. Более того, эти корпорации представляют из себя не атомизированных производителей в прежнем смысле этого слова, а сети. Это сеть из десятков, сотен, в разе случаев даже тысяч производителей, которые распространены по всему миру. Более того, эти корпорации, будучи сетями, сами объединяются в сети. Сети, которые дополняют друг друга, проводят единую, скоординированную ценовую политику, политику реализации товаров, обслуживания товаров, сервисную политику и так далее. Вот один из примеров, которыми я не раз сталкивался, это несколько сетей авиакомпаний, крупнейших авиакомпаний, осуществляющих международные перевозки. One World, Sky Team, еще, пожалуй, одна или две сети объединяют практически всех крупнейших международных перевозчиков. И вот эти сети, пауки, магниты воздействуют на людей. Это рынок, который стал вследствие этого тотальным, проник во все сферы, через маркетинг, пиар и так далее. Подчиняет себе личность по многим параметрам, подчиняет себе производителей по многим параметрам. Более того, на этом рынке это уже третья характеристика, тотальный рынок манипуляторов, и рынок, на котором создаются все в большей степени знаки, которые не имеют обозначаемого. Вот знак, который не имеет обозначаемого объекта, это симуляк. Понятие симуляк было введено в постмогарнистской философии, но его можно использовать и, на мой взгляд, нужно использовать для политической экономии современного капитализма. О политэкономии знака написал, наверное, впервые Жан Бодрияр, его книга так называется «Политэкономия знака». Она вышла в конце прошлого века и не потеряла своей актуальности. Мы с Андреем Ивановичем Колгановым написали целый ряд текстов о политэкономии симулякров, о товаре симулякров. Это специфический товар. Производитель симулякров продает на рынке знак. В ряде случаев этот знак практически не имеет того, что он обозначает. Я приведу пример, который традиционно привожу на своих лекциях. Лучше извините, если кто-то про него слышал. Сумочка, которая продается в вешенебельных магазинах в России. Не буду называть фирму, но стоит эта дамская сумочка 300-400 тысяч рублей. Я не ошибся. 300-400 тысяч рублей. Обычная дамская сумочка. Что здесь продается? Сумочка более высокого качества? Да, качество может быть в 2-3 раза выше. Почему такая безумная цена? Потому что затраты на создание более высококачественного продукта велики. Может быть, затраты по сравнению с обычной сумочкой. Хорошо, пусть не в 2-3, в 10 раз больше. То есть, если бы оценивалась по затратам на основе абстрактного труда, затраченного на производство продукта, товара, стоила бы она 20-30-40 тысяч рублей. Но у нее 300-400. Почему же она стоит 300-400? Потому что она удовлетворяет не потребность в сумочке, а потребность в символе, в симуляторе, в той этикетке, которая прикреплена к этой сумочке на подкладке снаружи, неважно в данном случае, где. Продается знак, а не сумочка. Тем самым давайте разберемся с качествами товара-симулятора, с его стоимостью и потребительной стоимостью. Начнем с потребительной стоимости. Чем полезен такой знак? Тем, что эта сумочка более высокого качества? Да, но лишь отчасти, а может быть на 10%, цифры, естественно, условно. Она полезна тем, что она удовлетворяет потребность. Но потребность в чем? В сумочке? Нет, еще раз подчеркну, потребность в знаке, в знаке, в символе, так, чтобы девушка могла сказать, у меня сумочка бум-бом, и все знают, что бум-бом это очень престижно, что бум-бом стоит очень дорого, что бум-бом носят только шикарные женщины, что сумочку бум-бом может подарить только шикарные мужчины, Что мужчина, который подарил сумочку бомбом, шикарный. Что девушка, которая смогла себе это купить, наверняка либо супермодель, либо поп-звезда, либо еще что-нибудь поп. Покупается символ, знак, симулятор. Почему он покупается? Потому что в данном случае девушка обладает симулятивной потребностью. Симулятивной, то есть искусственно созданной, симулирующей реальность. Ну, как больной симулирует болезнь? Вы знаете, если термометр засунуть в чашку с чаем, то он покажет, скажем, 39 градусов. Вы будете здоровы, врач придет, посмотрит на термометр. О, да, этот человек ужасно болен. Надо дать ему лекарство, выписать бюллетень. Это сюжет из примечательной комедии «Иван Бровкин на целине». Цитаты, так сказать. Вот точно так же в данном случае симулируется нечто. Вопрос что? И откуда берется симулятивная потребность? Тут мы приходим к интересному феномену на новом рынке. Современном рынке, не новом рынке. На современном рынке огромные затраты труда, в том числе конкретного труда, пиарщиков, маркетологов, креативщиков, специалистов в области информационных технологий, социологии, психологии, искусства и так далее, огромное количество конкретного труда затрачивается на создание симулятивной потребности. Иными словами, при производстве товара-симулякера плавная задача производства – не создать вещь, удовлетворяющую реальную потребность, а создать симулятивную потребность в знаке. Вот на это уходит очень сложный, квалифицированный, конкретный труд. Соответственно, абстрактный труд, затрачиваемый все теми же креативщиками, маркетологами и так далее, создает стоимость знака, это иррациональная стоимость, стоимость симулякера, знака, симулятивная стоимость. Это новый феномен. И появляется симулятивный товар, товар-симулякер, у которого стоимость – это затрата абстрактного труда на создание знака и потребности в знаке. Конкретный труд – это конкретный труд всех тех специалистов, которых я перечислил, по созданию знака, охране знака и созданию потребностей в знаке. Вот такая симулятивная стоимость и симулятивная потребительная стоимость товара-симулякера. И в этом мире живет огромное количество корпораций, производителей, потребителей, практически все мы. Безусловно, товар-симулякер, как правило, неотделим от товара более высокого качества. Вот известное всем понятие бренд, оно объединяет в себе товар-симулякер и товар более высокого качества. Предположим, что в сумочке бом-бом качество действительно в несколько раз лучше. То есть потребительная стоимость качественно выше, да? Затраты труда… Извините, коллеги, у меня тут телефон не во время звонок. У меня лекция сейчас идет после восьми. Извините, коллеги, я выключу телефон. Затраты абстрактного труда больше, ну, больше в разы. А большая часть затрат абстрактного труда, затрат конкретного труда связана с созданием стоимости симулякера и потребительной стоимости симулякера. Симулятивные потребности, знак. Ну, так условно, сумочки в цене сумочки в 300 тысяч рублей, на 30 тысяч – это затраты на создание продукта более высокого качества, а на остальные 270 тысяч – затраты на создание симулякера. Вот это современный рынок в очень кратком, пунктирном, фрагментами изложения. Рынок, который стал тотальным, рынок, на котором господствуют манипулирующие остальными актерами корпорации, и эти корпорации – сети, объединенные в сети со своей стороны. Это рынок, на котором создается симуляк. Наконец, последняя характеристика – это рынок, который регулируется государством. Но эту тему о современном капитализме, как системе, где есть ростки социализма, мы оставим на закуску, самый конец нашего курса. Сейчас давайте вернемся к тому, что происходит с деньгами. Деньги, они в логике капитала были продуктом товарного производства, развития товарного производства, развития формы стоимости и прологом к образованию капитала. В 21 веке деньги, как и товар, становятся продуктом капитала. Исходная предпосылка воспроизводится. То, что было предпосылкой, становится результатом. И теперь деньги являются продуктом капитала. Не тем, из чего вырастает капитал, а с противоречи, чего вырастает капитал, а продуктом капитала. Причем продуктом капитала, ставшего финансовым. Возникают деньги, как продукт финансового капитала, как продукт финансиализации. Это не деньги уже даже, а виртуальный эффективный финансовый капитал. Виртуальный, потому что он живет в виртуальном пространстве. К тому же он виртуален в английском virtual означает вероятностный. Он виртуален, потому что он вероятностный, он может в любой момент исчезнуть, как это произошло во время финансового кризиса последнего, 2008-2010 годов, как происходит сейчас в ряде случаев с национальными валютами и может в любой момент произойти с мировыми валютами. Дальше я эту тему развивать не буду. Если вам интересно, пожалуйста, почитайте. Очень хорошие тексты Андрея Ивановича Колганова на эту тему. Как минимум, вторая часть учебника Бузгалин-Борошкова-Колганов, где пишется о современном капитализме. Как максимум, серия статей, которые Андрей Иванович опубликовал в различных журналах «Вопросы экономики», «Вопросы политической экономии». Наберите в интернете Колганов «Истинный МГУ», там список всех его публикаций и легко найдете эти материалы. Есть соответствующая глава во втором томе нашей книги с Андреем Ивановичем «Глобальный капитал», где специально дается характеристика финансиализации и виртуального фиктивного финансового капитала. Поэтому я сделаю следующий шаг и перейду к тому, что является непосредственным главным предметом сегодняшней лекции – характеристики отношения между наемным трудом и капиталом, характеристики отношения эксплуатации. Позволю себе глоток воды. Итак, отношения эксплуатации в мировой капиталистической системе XXI века. Я подчеркну, в мировой капиталистической системе XXI века, потому что, несмотря на все противоречия глобализации, несмотря на тренды деглобализации и бесконечные разговоры о том, что вообще глобализации нет, продукт, который мы потребляем, потребляем вещь, которую носим, потребляем еду, которую нам надо скушать, чтобы не умереть с голоду и вообще просто жить хорошо и сытно. Потребляем станок, без которого невозможно произвести современный автомобиль, потребляем автомобиль, на котором ездим и так далее. Практически любая вещь, которую мы потребляем, сегодня создается мировой экономикой. В ней задействован труд беднейших наемных рабочих стран периферии, в ней задействованы так или иначе технологии финанса, наиболее значимые корпоративные объединения, финансовый капитал стран центра, стран ядра и так далее. Поэтому мы сегодня будем говорить об эксплуатации как мировом явлении, как эксплуатации труда человечества, и, пожалуй, культуры человечества, природы, которой мы обладаем, нет, не мы обладаем, которая нас создала и воспроизводила, благодаря которой мы живем. Итак, эксплуатация человечества, природы и культуры глобальным мировым капиталом во всем многообразии его проявлений. Давайте начнем с простейших форм. До сих пор человечество сохраняет формы полукапиталистической, полуфеодальной эксплуатации. Я бы сказал, до буржуазной эксплуатации, сращенной с эксплуатацией наемного труда капитал. В частности, это предполагает использование в процессе подчинения себе наемного труда отношений внеэкономического принуждения, отношений насилия. Не экономических, а волевых отношений. Это может быть легальное подчинение, это может быть нелегальное, криминальное подчинение и так далее. Во многих странах периферии, отчасти даже в России. Мигранты, особенно нелегальные, находятся в положении полурабской зависимости от части наемного труда. В мире насчитываются миллионы рабов. Эксплуатация труда крестьян в наиболее бедных странах мира и во многих подпространствах даже такой быстро развивающейся страны, как Индия. Трущобы Латинской Америки, Центральная Африка. Все это мировые пространства, подпространства мировой экономики, где используются не просто отношения наемного труда и капитала, но отношения перемешанные, соединенные противоречиво с добружесной эксплуатацией. Запомним это. Второй тезис, который принципиально важен, второй уровень отношений эксплуатации. Прежде чем говорить о нем, я напомню, или, может быть, расскажу тем, кто не знает, что в конце XX века появилась целая серия работ о том, что наемный труд, индустриальный рабочий – это исчезающая социальная структура, социальная сила. Больше нет индустриального пролетариата, или он незначителен, но и отношения, в данном случае, труда и капитала, описанные в капитале, капитале Маркса, это нечто устаревшее. Пожалуй, в левой среде наиболее популярной была книга Андрея Горца «For a world to working class» – «Прощание с рабочим классом». «До свидания рабочему классу». В этой книге Андрей Горц показал, что индустриальные рабочие, рабочие в промышленности – это незначительная часть трудящихся стран Западной Европы и Соединенных Штатов Америки. Был ли этот вывод справедлив? Отчасти – да. Почему отчасти, я еще поясню. Но гораздо важнее то, что люди живут не только в США и Западной Европе. Про это забывают даже марксисты, особенно западные марксисты. Большая часть населения – это население стран-периферии. И вот на протяжении последних десятилетий именно периферия, превращающаяся в полупериферию, стала ареной, пространством бурного, экстенсивного, интенсивного прогресса, индустриального труда, индустриального наемного труда, индустриального пролетариата. Классические пространства вам хорошо знакомы. Ну, во-первых, превратился в наемный труд, труд трудящихся в промышленности России. Хотя здесь произошла деиндустриализация, поэтому про нашу страну пока подробно говорить не будем. Самый яркий пример индустриализации, развития индустриального рабочего класса – это Китай. Пройдя все этапы, описанные в «Капитале Маркса», от простой кооперации ручного труда к мануфактуре, промышленному производству в стиле XIX века и к сегодняшнему варианту индустриального наемного труда. Даже не сегодняшнему, пожалуй, пока еще в основном вчерашнему, фордийскому варианту использования наемного труда. Китай стал страной, где сотни миллионов наемных рабочих заняты в индустриальном производстве и эксплуатируется так же, как это было описано в «Капитале Маркса». Хотя в Китае существует много социальных, политических, идеологических механизмов, которые отчасти подрывают, смягчают, трансформируют отношения наемного труда и капитала. В Индии этот процесс носит более яркий и очевидный характер. Этот процесс, процесс активного развития интенсивного-интенсивного наемных индустриальных рабочих характерен для Латинской Америки, для арабских стран и так далее и тому подобное. Иными словами, в XXI веке индустриальный наемный рабочий класс стал и по абсолютной величине и относительно велик, как никогда. Если в XIX веке наемный индустриальный рабочий был, да, лидирующий экономико-производственной и социально-политической силой, он был лидирующей силой, наиболее передовой, но численно он был крайне незначителем. Соединенные Штаты в некоторой части, Англия по преимуществу, Западная Европа отчасти, и Восточная Европа в незначительной части, ну и по чуть-чуть в колониях. Вот, пожалуй, и все. Сегодня ситуация гораздо более массового использования наемного индустриального труда. И здесь применимо все то, что вам рассказывали про абсолютную относительную прибавочную стоимость, про формальное и реальное подчинение труда и капиталу и так далее и тому подобное. Обратите внимание на эти процессы. Однако сегодняшний мир существенно изменился и развивается целая система новых отношений эксплуатации или новых форм старых отношений эксплуатации. Я начну с самого интересного. Мы сделаем скачок от полуфеодальных, полукапиталистических отношений и классического индустриального наемного рабочего к креативному работнику, которого используют современные креативные корпорации. Что это такое? Что это за отношения? Вот здесь мы переходим из пространства достаточно укорененных марксистскому обществу знаний, марксистской политэкономии знаний, положений, научных достижений в пространство гипотез и спорных новых идей. Я вам буду излагать авторскую версию, версию Бузгалиной-Колганова относительно эксплуатации наемного креативного работника. О фрилансерах, работниках общественного сектора мы поговорим потом, если вообще поговорим в этой лекции, скорее всего, это будет заключительный разговор. Итак, наемный креативный работник и капитал. Как строятся эти отношения? Тема чрезвычайности сложная, многообразная. Мы посвятили немало публикаций и на русском, и на английском языке. Они были подвергнуты критике, мы их совершенствовали в нашей разработке. Вот вариант, к которому мы пришли в данный момент. Первое. Креативный работник не может продавать свою рабочую силу, не продавая личностных качеств. Причина этого в том, что рабочая сила творческого человека неотделима от его личностных характеристик. Главная характеристика любой личности – это божественная душа человека. Я использую образ. Это его способность быть субъектом культуры, учиться, познавать, творить, вступать в неотчужденные человеческие отношения. И способность к творчеству, способность к созданию новых технологических, научных, художественных, педагогических феноменов, феноменов культуры в широком смысле слова – это есть атрибут личности человека. Не рабочей силы, а личности человека. Рабочая сила – это способность к репродуктивному труду. Труду, которому командует капитал. Как происходит эксплуатация обычного репродуктивного труда, индустриального рабочего. Он продает свою способность, свой стандартный навык. Как производить, что производить, при помощи какой технологии производить, из чего производить. Все это диктует капитал. Ну и, во-первых, диктует капитал как мертвая вещь, постоянный капитал – станки, машины, конвейер, технология. Капитал как мертвый труд, как технология. Диктует, как работать. И человек стандартно выполняет стандартные функции. Куша, творческий потенциал здесь ни при чем. Во-вторых, диктует капитал как производственное отношение. И его представитель, директор, начальник цеха, мастер. Они определяют, что, как, из чего и так далее будет производить работник. Капитал подчиняет и формально, и реально, и технологически, через экономическое отношение труд. Отчуждая способность к труду, но не отчуждая личностные качества человека. При эксплуатации, использовании творческого труда, креативного работника, такая ситуация невозможна. Дело в том, что креативный работник создает новую культурную ценность, новый культурный феномен. Какую, как, из чего? Собственник капитала этого не знает. Технологии это не тиктуют. Наоборот, надо создать новую технологию, при помощи которой создать то, чего не было, и то, что неизвестно. Будь то произведение искусства, новые изделия, новый способ производства изделий, научные открытия, лекарственный препарат. Что угодно. Причем результат недетерминирован. Кто-то производил лекарства, произвел клей. Кто-то производил приспособления для автомобильной промышленности. Оказалось, что он создал важную деталь для машины убийства. Ну и так далее. Тем самым, труд творческого работника не может быть подчинен реальному. Командовать трудом капиталист не может. Мы берем предельную абстракцию репродуктивного труда и предельную абстракцию творческого труда. В реальности они, конечно, перемешивают. Следовательно, капиталист вынужден покупать личность креативного работника. Покупать в данном случае его вдохновение, божественную душу. Я еще раз вернусь к знаменитым строчкам Александра Сергеевича Пушкина. Не продается вдохновение, но можно рукопись продать. Да, но только тогда, когда Александр Сергеевич Пушкин свободный писатель, поэт, который творит, пишет, что он считает нужным, и потом и ищет, купит кто-то его рукопись или не купит. Вот Евгений Онегин печатался отдельными фрагментами, но был так более-менее популярен. Новое целостное издание, получившее огромный резонанс, к сожалению, было сопряжено с дуэлью и смертью Александра Сергеевича Пушкина. Ну, вернемся к капитализму. В условиях, когда креативного работника, скажем, будущего создателя, будущего гениального лекарства нанимает капиталист, он не знает, будет ли создано лекарство, и лекарство ли будет создано, какое лекарство, какой срок, как, кого еще придется нанять, какая часть из креативных работников, какая команда из креативных работников создаст нечто, а какая не создаст, и лекарство ли, или что-то иное не создадут. Тем самым возникает отношение, когда необходим, в идеале, долгосрочный контракт с наемным работником, у которого покупают его вдохновение, у которого покупает то, что он создаст. И в результате все, что он создаст, все, что он сотворит, он все должен отдать собственнику капиталу. Капитал становится своего рода новым рабовладельцем или крепостником, креативного работника. Да, он ему много платит, да, он создает для него хорошие условия, да, он обеспечивает ему свободное время, возможность прогресса личностных качеств, обучения и так далее. Но душу его он покупает, как дьявол. Это новые отношения эксплуатации. Реального подчинения труда капиталу нет, но есть формальное, причем особое подчинение труда капиталу. Далее, что создает креативный работник? Творческий труд, я не могу сейчас вкратить в детали, это труд, который создает всеобщее общественное богатство. Всякий продукт творческого труда по своей природе принадлежит всему человечеству. Его можно потреблять до бесконечности. Его нельзя ограничить физически. Правило 2 плюс 2 равняется 4, ограничить физически нельзя, каждый может его использовать. Новое произведение искусства нельзя ограничить физически, его может каждый увидеть, услышать и так далее. Его ограничивает только интеллектуальная частная собственность. Тем самым творческий работник создает всеобщее, всемирное, вечно живущее, как стихи Гомера, как формулы Ньютона и так далее. Произведение. Но капитал одевает на него наборник, социально-экономическую и правовую форму частной собственности. В данном случае мы говорим об интеллектуальной частной собственности. И благодаря интеллектуальной частной собственности оказывается возможным присваивать ренту. Как в случае с любым огораживанием доступа к ресурсу. Оградили возможность доступа к нефти, получайте ренту от нефтяного месторождения. Ограничили доступ к плодородной земле, получайте ренту от использования земли. Ограничили доступ к изобретению, к произведению искусства, к образовательной технологии, получайте интеллектуальную ренту от того, кто использует это благо. Тем самым креативный работник становится соучастником, не от слова соучастник преступления, а от слова соучастник творения, сотворцом, со всем человечеством, но одновременно он становится соучастником, здесь слово соучастник уже более уместно, создание общественного богатства, превращаемого в интеллектуальную ренту, не ренты общественного богатства, которое собственник капитала превращает в интеллектуальную ренту. И далее наемному работнику платится не цена его рабочей силы, то есть стоимость затрат на воспроизводство его рабочей силы, ему платится часть интеллектуальной ренты, которую он создал. Более того, эксплуатируется в данном случае не просто креативный работник, эксплуатируется вся культурное богатство человечества, поскольку культурный человек использует бесконечное количество общественных благ для создания своего ноу-хау. Возникает очень сложная новая цепочка отношений эксплуатации. Я только дал намек вам на это. Подробнее читайте работы, которые я вам назвал, там есть ссылки на другие исследования, кроме нашего. и давайте вместе потом в этом разбираться. В любом случае возникает присвоение креативного, созданного творчеством богатства, и это богатство бесконечно, и здесь возможности эксплуатации чрезвычайно широки, к сожалению. кроме эксплуатации креативного работника и по сути дела культуры человечества существуют и другие формы эксплуатации связанные с господством финансового капитала, присвоение финансовой ренты, связанные с империализмом, присвоение империалистической ренты. И так выстраивается огромная пирамида различных отношений эксплуатации, характерных для современного капитализма, где, я напомню, есть эксплуатация полуфеодальная, эксплуатация наемных работников, классическая эксплуатация наемных работников, эксплуатация креативных работников, эксплуатация финансовым сектором, всего остального сектора экономики, движение окупай Уолл-стрит, вообще окупай, формулировала знаменитую тезу нас 99%, 1% эксплуатируют 99%, ну и наконец империалистическая эксплуатация, которую замечательно писал Самир Амин в книге «Вирус либерализма и не только». Ну вот, пожалуй, то, что я хотел сегодня рассказать, несколько я сегодня сократил пространство нашей работы, но, к сожалению, я немножко устал, да и к тому же хочу оставить вам время для того, чтобы вы могли задать вопросы. Пожалуйста, коллеги, кто хотел бы включиться в диалог и о чем-то меня спросить. что-то я не вижу пока энтузиазма у наших участников нашего процесса. Пожалуйста, Александр. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вот такой вопрос. можно ли с точки зрения марксизма рассматривать еще и те аспекты, которые рассматривал Тома Пикетти в своей книге «Капитализм в 21 веке», потому что он, по-моему, уходит от марксизма и рассматривает своеобразность, скажем так, методологической основы. Пикетти или Пикетти, по-моему, все-таки Пикетти на французский манер, это не марксист в предисловии к «Капиталу в 21 веке», потом «Капитал и идеология» новая книга вышла. Он марксизм излагает просто неправильно. Я бы ему тройку даже не поставил на экзамене по политэкономии, марксистской политэкономии. Он просто фиксирует, и даже не он, а огромный институт, который на него работает, не он пишет эти дома по тысяче страниц, куча из таблиц, там большой исследовательский центр, они фактически показывают, что есть неравенство, что оно растет, и объясняют его функциональными связями. Вот это подействовало, вот это подействовало, это поверхностные явления, понимаете. Это как объяснять, я не знаю, смерть человека тем, не тем, что человек смертен, он живет, а тем, что вот он ел мало, ел плохо, еще чего-то не делал, да, умирает человек в конечном итоге не поэтому воспроизводство биологической жизни ограничено определенным сроком, может раньше, может быть позже, какое-то функциональное воздействие осуществляется, так и здесь, он берет вот эти поверхностные явления, которые легко фиксируются, отображаются статистически, как набор статистических данных, в принципе, известных и до него, книга действительно полезна, более того, на самом деле, я бы даже сказал так, есть статистика Уксфам, это общественные организации, которые занимаются, сеть общественных организаций, которые занимаются проблемами бедности и неравенства, там есть гораздо более богатая статистика, для профессионалов Пикетти ничего нового не обнаружил, просто он экономист, принадлежащий к мейнстриму, завязанный отчасти на правительство, и когда такой экономист написал, что неравенство растет, еще в условиях, когда все как-то очень неуютно себя чувствовали в районе мирового экономического кризиса, который то ли должен был наступить, то ли наступил, вот до, после книга популярна стала, вот в этом смысле он попал в струю, ну и потом эти научные книги раскручивают вот как бренд, как сумочку, про которую я рассказывал, вот он стал такой сумочкой бом-бом, которую стали продавать по всему миру за большие деньги. Похожая на идею Милановича, да, по-моему, Бранко Милановича, нечто подобное, да, Бранко Милановича было, ну очень много, на самом деле, авторов, которые пишут о растущем неравенстве и различные факторы. У Стиглица вышла очень хорошая книга о неравенстве, переведенной на русский язык. Вы правы, да. Спасибо большое. Пожалуйста, еще вопросы, коллеги. Ну, если нет, я сделаю анонс. В следующий раз читать лекцию опять буду я, лекцию по воспроизводству, по капиталу, мы возвращаемся назад к капиталу. Вот было очень много просьб рассказать, как сейчас, я поэтому вставил вот эту промежуточную лекцию. И мы с вами поработаем с отношением воспроизводства. Единственное, я, наверное, попрошу заранее сделать объявление Салавата Ислангулова, которому большая, как всегда, благодарность за то, что он с нами работает. И лекцию начнем в половину, а не в 7.15, в половину восьмого. Я просто с огромным трудом успеваю после межфакультетского курса в МГУ приехать к 7.15. Поэтому в следующий раз в 19.30 отношение воспроизводства заключительный, ну, почти заключительный отдел первого тома капитала. Всего доброго, коллеги. До свидания. До свидания. Спасибо большое. Продолжение следует...